В 1974-м уже все было померено, все изучено и все внедрено, и действовали санитарные правила жесткие, трактовалось как облучение, и населению запрещалось детям до 18 лет, просто запрещалось пользоваться источником СВЧ. 2 миллиона базовых станций, включая военные, все. Это одна базовая станция на 70 человек, представьте себе. И это не учитывало еще усилители связи, роутеры, которые ставят на дома, ставят в домах и так далее. Сейчас еще тенденция пошла, и много роликов в сети, когда идиоты снимают ролики, как усилить мощность Wi-Fi, которые там 15 километров или 10, что-то так же. Да, да, да. Ну, они просто идиоты. Какова основная цель была создать новый? Старые это работают? Старые работают, но, во-первых, новое более мощное. Оно позволяет более широкое пространство очистить, чем старое вокруг. То есть, у нас же два эффекта. Это снятие резонансов между источником и человеком, уменьшить напряженность поля. Это устройство работает мощнее в два раза по сравнению с МГ-03 практически. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, уже вы нашего гостя прекрасно знаете. Уже шестая встреча, и сегодня, кстати, будет две главных новости, но, думаю, не только они, а главное, что такое, что произошло у нас в стране, да, и, может быть, с законопроектами, с какими-то, так сказать, проектами, теми, которые бы выходили на правительство или там другие разные уровни по поводу, ну, какой-то безопасности вот этой, связанной с электромагнитным облучением населения. А это вот первое и главное, может быть. А второе, это вот появился новый нейтроник, вот такой он более крупный, почему-то. А вот почему, что? То есть, вот видите, какая сама вот эта голограмма-антенна, она почти наполовину больше, чем предыдущая. Зачем, почему, для чего? Ну, об этом вот как раз сейчас мы и поговорим. А может, не только об этом. Да. Так, ну, что, с чего начнем? Здравствуйте, Юрий Андреевич, рад вас видеть. В добром здравии. За прошедшее время, с последней нашей встречи, ну, ряд событий произошло. 29 мая состоялось заседание совместное комитета по социальной политике и комитета по экономической политике Совета Федерации, где рассматривался вопрос принятия концепции и постановления, обсудить постановление, которое было принято Советом Федерации по цифровизации экономики. И в данное постановление был включен пункт о предложении правительству разработать федеральную целевую программу о электромагнитной защите населения, о защите населения от электромагнитных полей, так правильно называется. Матвиенко подписала это постановление. На основании этого постановления 29 мая было проведено совместное заседание двух комитетов и экспертного совета, на котором было принято постановление или решение комитетов двух обратиться в правительство с письмом о том, чтобы они рассмотрели вопрос принятия концепции поля безопасности населения и защиты населения от электромагнитных полей. В данном случае, вот только что сегодня я звонил, ожидаем ответа из правительства. Помимо этого, рабочая группа, та, которая в экспертном совете по социальной политике, и ее председатель, сенатор Круглый Владимир Игоревич, мы проводим работу, встречаясь с министрами, замминистрами по связи, по здравоохранению, пытаемся с ними договориться, чтобы они вошли в рабочую группу для разработки концепции. Концепцию мы разработали, то есть мы ее описали, отправив вот сейчас на обсуждение у специалистов, находится в августе, но тем не менее работа активная продолжается, и в сентябре уже будет результат. Что скажет правительство? Раз, что по поводу, ну, концепцию мы уже практически закончили, и мы ее представим на обсуждение в правительство, будем ждать и будем действовать по решению правительства. Что они скажут, как они скажут. А какие ваши прогнозы? Затрудняюсь сказать, честно говоря. Но все мы прекрасно знаем, что если никто не будет продвигать тему в правительстве, то есть лоббировать или, так скажем, двигать эту тему, будет сложно. Но, так скажем, тем не менее мы действуем, находим пути, чтобы встречаться и поднимать эту тему. Кстати, когда были выборы, я обращался ко всем нашим коллегам с просьбой обратиться к президенту. Я позвонил на прямую линию и задал вопрос. Вот вопрос здесь, кстати, я сейчас покажу. Я по, так скажем, по просьбам дистрибьюторов, ну, кто-то. Вот такую папку еще. Помимо методического пособия, то, что касается нейтроника, самого проблемы, выпустил такую папку, я ее в электронный виде пришлю, и, в принципе, ее, конечно, лучше, ну, некоторые листочки в печатном виде, где вложил все документы, которые сегодня действуют. Вот, например, неизвестный документ, я не знаю, присылал я его, рекомендации главного санитарного рада Чаанищенко. Таблица, где отражены все мощности передающие и заболевания, которые возникают. От мощности, подчеркиваю, нет информации, то, что мы дальше будем говорить, не говорили об этом, что информация воздействует больше, чем тепловые воздействия. Но здесь, и заметьте, таблица-то это была в каком году? В 1974-м уже все было померено, все изучено, и все внедрено, и действовали санитарные правила жесткие, трактовалось как облучение, и населению запрещалось, детям до 18 лет просто запрещалось пользоваться источником СОЧ. Какими, например, тогда, в то время? Были выпущены микроволновые печи, раз, которые не подпадали ни под какие санитарные правила, а потом, ну, радиостанции были только у правительства и спецслужб, ну, на производстве много источников СОЧ было, ну, например, в военпроме выпускали системы наведения, они на СОЧ 18 ГГц, 20 ГГц работали источники системы какие-то там, потом телевидение, радиовещание, там тоже источники излучающие были, и антенны, они, правда, аналоговые были сегодня цифровые, но, тем не менее, их достаточно много, метро, электротранспорт, кары. Это все изучалось тогда, да? Безусловно, все нормировалось, давно было изучено, нормировано и применялось. Охрана труда работала 100% молоко, короткий рабочий день, отпуск удлиненный, все это до сих пор на производстве, кто работает СОЧ, это все используют. Только это все перекочевало в быт, а в быту уже все забили на эти изменения. Ну, про молоко-то это понятно-то. Не-не-не, это серьезно, на самом деле. Когда было, я имею в виду, что молоко. До сих пор. И самое главное, вот здесь, в этом методических рекомендациях, которые были выпущены, они есть на сайте, и я их пришлю. Я эту папку пришлю вам в электронном виде. Вот здесь прочтите, что написано. Вот сами прочтите. Доказаны на настоящий момент считаются эффекты в отношении лейкозов у детей под воздействием электромагнитных излучений, населенных мест и формирования опухолей головного мозга, гемангиома, гликома при длительном, более 10 лет, агрессивном, более того, часа в день, а сейчас телефон не выпускают из рук часа в день, использование сотовых телефонов приложения номер 3. Пожалуйста. А доказано это кем? Минздравом. Минздравом. Да, все, а кто это знает? Как в такое противоречие вступать? Даже не противоречие, а, видимо, тотальное замалчивание просто. Безусловно. То, что мы наблюдаем сейчас. Но, тем не менее, вот я сюда включил все решения Совета Федерации, все список членов, которые в комиссии находятся, которые приняли доклад. Это вот новые изделия, которые мы сделали, сейчас мы об этом будем говорить, новую упаковку сделали, более современной. Ну, я считаю, нам понравилось. Дрэггеры, кто не в теле, просто речь идет о защитных устройствах, называются они нейтроник, это уже там 23 года, по-моему. Ну, с 98-го года, 20 лет. Выпускаются, никто за это время, хотя очень много было желающих, не смогли доказать, что это не работает. Никто. Ни одной рекламации нет за 20 лет. Ни одной. Вот, так сказать, а то, что это работает, мы даже покажем на таком устройстве, которое просто показывает, во сколько раз уменьшается вот это резонансное воздействие на клетку. Нет, нет, это чуть по-другому. Я сейчас покажу с чисто физической точки зрения, с физической, с биологической точки зрения. А вот, кстати, вот это вот и есть, да, вот этот, или нет? Это есть биологический тест, мы сейчас договорились, очень простой, недорогой. Согласятся там партию сделать, наши потребители, если согласятся. Его можно заказать, да? Да, в районе 10 тысяч рублей биотест простой, показывает, как работает нейтроник на телефоне, на телефоне, подчеркнув, воздействие телефона и снятие магнитной нагрузки. Предположительно его. А вот это данное устройство, это лоза, это тест простой на физическое явление, то есть проверка в производстве, так скажем, работоспособности самого устройства и его внутренних скрытых дефектов. Это чисто физически. Еще раз вам всем хочу сказать. Есть тепловые эффекты, это зависит от мощности передачи, они нормированы, правда не исполняются нормы, о чем мы говорили. В 70-м году исполнялись, сейчас не исполняются. И закон... То есть могут разрешение получить, поставить, прикрутить туда, усилить мощность в разы, правильно? То, что и происходит. Ставят базовые усилители, базовые станции, и никто за этим не следит. Роспотребнадзор при наличии базовых станций по... Вот в докладе прозвучало из НИИ радио Сподобаев профессор сказал, 2 миллиона базовых станций, включая военные, все. Это одна базовая станция на 70 человек. Представьте себе. И это не учитывало еще усилители связи, роутеры, которые ставят на дома, ставят в домах и так далее. Сейчас еще тенденция пошла, и много роликов в сети, когда идиоты или дебилы, по-другому их не назвать, снимают ролики, как усилить мощность Wi-Fi, которые там просто 15 километров или 10, что-то так же. Да, да, да. Ну, они просто идиоты, и больше их никак нельзя назвать. Еще радуются, кичатся, а некоторые называют, есть такие единичные, правда, конечно же, люди, чуть ли не мракобесами, ну, вот нас, когда, так сказать, что мы говорим, я... Вы знаете, есть ли то... Они же обычно такие люди, вот такие, верят очень свято науке, ну, часть из них, по крайней мере. Мы можем сказать, какие конкретно данные, и вот посмотреть, или, знаете, давайте сделать так, вот под этим видео вы мне пришли эти материалы, которые вот для такой категории людей, которые вот не просто скептики, такие ахайщики, такие наглые, но которых можно, вот, знаете, языком цифр, языком доказательств научить и поучить, вот пришлите мне такой, знаете, как один, два, три, четыре, то есть то, что нужно им посмотреть, или люди, нормальные люди, которые нас смотрят, чтобы могли своим родственникам, которые там все эти ерунды, доказать, что им стоит изучить, посмотреть. То есть первое, помимо наших прошлых видео, то есть те материалы, которые были, вот видите, новые, и это обязательно брошу. И ссылки на вот это вот исследование Минздрав, на, так сказать, вот то, что... Так обязательно все, все вот здесь в этой папочке есть, ссылки и ссылки на видео, я обязательно все пришлю. А если кому-то покажется это мало, то напишите, что же вы хотите получить, какие данные, какую информацию, ну мало ли, вдруг интересно. Я думаю, ничего не хотят получить. Ну те, которые возражают. Я таких очень много встречаю, и они не соединяют. Но, к сожалению, логика народа, ну не народа, потребителей и вообще людей, особенно молодежи, такова, что... Ну а что делать-то? Продают, значит хорошо. Это во-первых. Это во-первых. Я говорю, замечательно, ну яд вам продали, вы его выпили и померли, и что? И кто виноват-то? Ну никто, кроме вас самих. Точно так же и вы себе телефончик держите, потихонечку умираете. Это четко доказано. Это же не то, что пришел нож, нож воткнул там в спину, и человек умер, это понятное дело. Это доза эффект, извините. Если вы хотите сразу же получить эффект, нет проблем, микроволновку вытаскиваете оттуда, генератор включаете и все, и вам каранты настали. Напомню, липецкий случай, липецкий случай в школе. Так, 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 так. В прошлом году опубликовано было, мальчик взял смартфон, поставил программу ультразвук, включил на уроке, через 15 минут 30 человек уехали в больницу. Вот и все. Вы не понимаете, что это такое. Это может быть неслышимо, а воздействие на тот или иной орган идет разрушающее. Да, конечно. Самое главное, когда вы пользуетесь долгое время телефонами, то накопительный эффект аналогичен тем эффектам, которые возникают при работе на атомных станциях. Это доказано. Аналогичность заболевания. Раннее старение организма однозначно. То есть, вы уже в 20-25 лет имеете болячки, которые были ранее у 50-летних. Это факт. Рост онкологии у детей на 60%. Только от этого. Вот, Аннищенко, господин, это подтверждает. Минздрав, подчеркиваю. Далее. Рост психозов, который подтверждался на заседании, которое проводил в Совете Федерации, практически 100% дети с психозами. Как пример могу привести опыт моей дочери, которая работает с детьми. 30 человек. Говорит, один нормальный. Нормальный детский сад. Она логопед высшей квалификации. Говорит, однозначно, однозначно воздействие и пользование телефоном, телевизором детей убивает у них логику, убивает у них, и они психоз приобретают, и у них задержка развития. Это точно, абсолютно. Люди, вы поймите, если вы не задумаетесь, то вас ждет печальное будущее. Вы все свои заработанные деньги будете тратить на таблетки, которые разрушать будут еще больше ваш организм, и вы, кроме несчастья, ничего не получите. И ваша бравада, которая сейчас у молодежи, вот это все ерунда, технический прогресс. Вы не забывайте, что в 1967 году было постановление ЦК КПСС, которые запретили технический прогресс, как он развивался с начала 50-х и 60-х. Самый мощный рывок Советского Союза. Китай отдыхает по сравнению с рывком в 50-х, 60-х годах, когда было творческое развитие русского народа и вообще России. И такие достижения после войны за 10 лет в космос отправили, космонавтов отправили, атомные станции наделали. Он ужаснул весь мир. Люди перестали, стали жить весело. Я помню это время еще, помню хорошо. Все радостные были, да, было меньше еды, но зато были здоровее и радостнее. Чем сейчас? Сейчас всего полно, а все что-то грустные ходят. Я на улицах радостных лиц не вижу. Во-первых, это точно. Во-вторых, когда времени нет, суета. Суета, 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 да. А вот недавно пересмотрел фильм «Старый Новый год». Отличный фильм. Философский. Там вот как раз о том, как люди воспринимают вот все брошу, там Калягин играет и две семьи. Ну то есть все мечты, которые... Да. И там замечательную фразу сказал один из героев. Что говорил Маркс? Богат тот в капитале, у кого много свободного времени. Богат. А считая, что у людей, у которых много денег, они состоятельные, да, материальные. Но они не богаты, потому что у них времени нет. Надо сберечь нажитое, это как-то еще распределить, и все эти страхи возникают. Это заодно, что человек, это коллекционеры, да? Да, коллекционеры. Ну, это правильно. Ну, в общем, тема действительно серьезная. Мы вроде так уже на такую полушутку свели. На самом деле, то, что мы часто не видим, это не значит, что этого нет. А то, что логично и разумно, надо просто понять и сделать для себя выбор честный, по крайней мере. Буду ли я дальше, так сказать, убивать себя, свою семью окружающих, или что-то, так сказать, сделаю хотя бы для себя, для семьи. А потом, может быть, глядишь и, так сказать, вокруг себя человек изменит мир. То есть просто хотя бы поведает, расскажет эту, донесет информацию до знакомых, близких, коллективов на работе. И, возможно, это вылезет в какой-то, наконец-то, общественный протест. Или нас будут, как стадо баранов, гнать на убой во всех направлениях. В том числе в этом. Это электронный, действительно, вот этот концлагерь и порабощение сознания. Ну, вы читаете все доктрины, которые были сделаны. Далеса, там, Тетчер, еще ранее, там, протоколы. Да, 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 многие говорят, что это ерунда. Да, конечно. Это, может быть, ерунда, только все идет четко по этому плану. Да. Один в один. Вот так. Все исполнилось практически. Послушайте Андрея Фурсова, который историк-политолог. Он про это все очень подробно рассказывает с фактами, с выкладками и так далее. В общем, очень многие люди недооценивают воздействие электронных, вот этих электромагнитных полей, электронных приборов на организм человека. Вообще, вот давайте еще раз, какие бы советы вы дали, чтобы максимально уберечься, насколько это возможно. Ну, в деревнях проще еще кто живет, хотя мало кто уже живет, но в городах. Что делать? Первое. Все специалисты, гигиенисты, медики говорят, что первая защита временем. Используйте проводную связь, оптоволокно. Качество выше, эффект выше, информацию вы получите через оптоволокно, через компьютер. Конечно. Не используйте дома роутеры, беспроводную связь, телефон, если у вас работает, пользуйтесь проводной. Это вот первый совет. Не нужны они в домашних условиях, беспроводная связь и роутер. Не нужен, подчеркиваю, потому что отраженная волна, там усиление сигналов идет сумасшедшее. Накопление информации грязи, человек болеет от этого. Если вы сейчас этого не чувствуете, то обязательно это произойдет рано или поздно. Это раз. То есть, ограничите время. Выключайте на ночь вообще все источники электромагнитных полей. Если вообще все выключать, желательно вообще все питание отключать, кроме холодильника, если он есть. На кухне, там далеко. Да, где-то его можно выделить, холодильник одет, и тогда вы во всяком случае ночью будете отдыхать, у вас восстановление организма. Я подчеркну, речь идет, если где вы спите, то есть в спальне, есть электропроводка. То есть, если ее там нет, то в других комнатах... Ну, конечно, мы про это говорим. Электропроводка – это токи промышленной частоты, они тоже нармируются, тоже есть у них и статика, и электрическое поле, и магнитное поле. Лучше его выключать, потому что вот я, когда я чувствителен, выключаю, у меня так бух, сразу испадает все. Сразу организм расслабляется. А когда у вас напряженка, ну, постоянно напрягать организм нельзя. Если вы будете постоянно напрягать организм... Это те же стрессы, которые влияют... Естественно. Это психосоматика. Вы напрягаетесь, начинают заболевания. На гормональную систему. На все системы. На отменные процессы. Главное, на иммунную систему. На нервную систему. Через нервные окончания на нервную систему и уже по всей системе. Вчера мы встречались с профессором-онкологом, исследовательский центр на Каширке, там есть институтов несколько, в том числе вот тот самый, так сказать, единственный, ну, это то, что официальная наука, что называется. Там есть лаборатория, где это исследуется очень серьезно. И мы вчера... С чем будет отдельное видео, это, конечно, вещь. Надо было меня пригласить, это же наша тема-то. А я, может, и приглашу тогда, кстати, когда будем... Да, потому что там тема... То есть, это вот самое, что ни на есть, там академики и профессора. Да нет проблем. И вот та самая... Это не то, что альтернатива. Давно оказывается, тоже мало кто знает, изучение в 60-е и 70-е годы влияние трав на иммунную систему. Причем там по каждой, это кандидатские и прочие. Вот был создан уникальный препарат из комбинации трав, который не дает, ну, скажем, резистентности как отдельные травы, то есть привыкание и ослабление эффекта того, кого вначале, как радиолорозы или утракок, там вначале идет, а потом женьшень, который сначала очень хорошо, а потом... Вот, и это, с одной стороны, вот десятки раз доходило до закрытия лаборатории, то есть вот, но отдельные люди, которые, то есть это как палка о двух концах, которые, во-первых, сами академики, которые имеют огромное влияние, имея некоторые уже покойные, не давали закрыть, но понимают, что это работает, но и в то целое, это такая, жаль, что это нельзя публиковать, потому что меня просили это вот фамилии не называть, кто что, так сказать, но препарат есть уникальный вот этот, и об этом я... Это известно было давно, что есть препараты. Так что, например, самое интересное, то, что многие врачи, а, кстати, эти врачи могут легко проверить и даже можно на спор это сделать, что Паркинсон, например, который вообще в мире считается неизлечимым, это, то есть, ноль шансов, ноль. Вот как тремор рук полностью перестаёт быть. Или походка, которая вот такая была, человек нормально ходит, буквально там через 3-4 месяца, вот это врачи скажут, не может быть, а это факт. И причём это ваши коллеги врачи, онкологи, причём подтвердили многократно, так сказать, исследования, тем отдельно углубились, но в другую сторону, что называется, но эта тема такая, просто она у меня прямо в голове сидит. Но она связана с нашей темой сегодняшней, потому как промоутер, усилитель, ускоритель процесса заболевания как раз является электромагнитной поля. И потом разрушение нервной системы, передача импульсов на нарушение периода, всё связано. Естественно, не всё ещё исследовано, но абсолютно известно, как работают электромагнитные волны, это же действительно изучается чуть ли не там с 50-х активных годов. С конца позапрошлого столетия, на самом деле, начали изучать, эффекты обнаружили влияние. Оружие создают на основе, правильно? Не, ну оружие, извините, СВЧ, посмотрите, пушка СВЧ. Слушай, по РЕН-ТВ, прям вот недавно, показали про СВЧ-бомбы, когда просто, что мы, ну ответ американцам, что они миллиарды вкладывают, космос там, а потом, они идут по этому пути, а есть проще путь, взорвать вот эту грубую бомбу и вырубится вся электроника и все спутники и так далее. Безусловно. То есть, и бессмысленно будет армия электронная, то есть, вот к чему, и это разумно. Вы просто наберите ускоритель Боголюбова и всё вам станет ясно, почитайте про это дело. Это интересно, я не в курсе, но, так сказать, то, что это есть и то, что оружие, по сути, ведь... Есть ещё более интересные вещи, это просто надо... Просто это сейчас дошло, если раньше был ХАРП, как там, вот эти огромные, так сказать, системы, то сейчас это в миниатюре, в малых, так сказать, устройствах влияние на колоссальные площади, скажем, есть уже. Есть, есть. Вот это вот самое, да. А в бытовом плане это вот наши сотовые телефоны и прочее. Как по сотовым телефонам, ну, во-первых, сейчас про обезопасить и изменить, по крайней мере, уменьшить воздействие, это вы расскажете, но как вот в идеале правильно пользоваться хотя бы сотовым, чтобы вот свести к минимуму... Ну, мобильный телефон держите на громкой связи, разговаривайте с ним вот от себя, раз. Повторюсь ещё раз, ограничьте время использования, потому как 90% времени пользователи используют для игрушек. Да, для всяких людей тыкаться в соцсетях. Это я называю, я везде об этом говорю, необходимое и достаточное, потому как вообще вот вы просто не помните, в Советском Союзе очень строго было ограничено использование мобильной вот этой беспроводной связи, очень строго. Это наблюдалось под структурами КГБ, вывести телефон нельзя было вообще, если он таковой был. Помните, на границах это пресекалось, вот на белорусском, Ну-ка у вас... Это передатчик, извините, он может в разведке использовать, где угодно. За этим очень строго следили. Радиосвязь. Так это и есть радиосвязь. Любой этот маячок и так далее, и так далее. Это же сфера огромного-огромного военного назначения, огромного бытового назначения. Нам скажут, что это потому, чтобы не выдали секреты или что-то такое. Ну, там много есть от двойного назначения технологии. Двойного, но вот это да. Это раз. Во-вторых, ещё раз подумаю, на ночь выключайте вообще всё. В-третьих, детям вообще до 8 лет, до 8, вообще нельзя давать в руки телефон вообще, вы не представляете, что происходит с организмом. Господин Онищенко, главный санитарный врач, вот, пожалуйста, есть методические указания, где чётко сказано, онкология, ребята. Значит, по большому счёту, мы вас предупреждаем, Минздрав вас предупреждает, что это фактор, приводящий к онкологии. Если вы позволяете детям пользу, значит, вы что делаете? Ну, фактически провоцируете преступление. Нет, вы совершаете преступление. И это не единственный документ. Есть федеральный закон 1999 года о санитарном благополучии населения. На основании закона приняты санитарные нормы, где ПДУ все приняты по использованию сотовой связи и так далее. Вы нарушаете. Не исполнение закона, не знание его, не освобождает от ответа. Но вы-то знаете, ведь 70% пользователей знает, что это вредно. Не знают, уже знают. И никто ничего не делает. Ну, я не хочу сказать никто, кто, если разумный, то делает. Не, многие уже делают. Многие делают, да. И, естественно, люди понимают и даже думают, если я точно это и не знаю, но если вдруг, то я уж лучше использую этот шанс. Лучше перебдеть. Это разумно. Ещё раз говорю. Кто захочет понять, не поверить, а изучить вот эти исследования, кстати, они есть ведь не только у нас, а и за границей. Их десятки, скажем, тысячи исследований фундаментальных у американцев. Американцы опубликовали, вот, академик Рахманин на заседании как раз экспертного совета доложил, 18-летние исследования американские о нетепловых, подчёркиваю, воздействиях электромагнитных полей приводят к онкологии. Вот вам, пожалуйста. Да, вот, кстати, давайте поговорим о нетепловых воздействиях. То есть, вот именно тех, которые мы говорим о резонансах. Это подпороговые уровни, это перенос информации. Вот из Сарова доклад делал профессор, я сейчас могу посмотреть, как фамилию, чтобы точным быть. Вот здесь у нас есть список тех участников, которые были на заседании специалисты. Так, Лобкаева Евгения Петровна, профессор, начальник биофизического радиобиологического подразделения в ГУП, Российский федеральный ядерный центр экспериментальной физики, показала в докладе, насколько влияние модуляций, подчёркиваю, практически подпороговый уровень мощности, мощность на уровне нашего разговора. Несущая частота с какой-то мощностью без модуляции не выводит клетку из равновесия, то есть, не влияет практически на организм. На любой мощности подпороговой начинают модуляцию, то есть, низкую частоту накладывают на высокую, тут же выбивает клетку. Тут же. То есть, разрыв связей ДНК доказан, то есть, ДНК цепочка разрывается в момент влияния этого. Потом влияние проходит, она соединяется. Ну, это, представляете себе, разрыв. Раз, два, три, и всё. Цепочки рвутся, информация от клетки от клетки изменённая, и организм начинает болеть. Вот что доказано абсолютно учёными. И на сегодняшний момент, то, что мы сегодня вам показали, господин Онищенко озвучил, да, это приводит к онкологии. Рост онкологии конкретно. Только от этого. Но вы не забывайте, онкология, онкология, вы посмотрите на детей-то. Но они сейчас стали неуправляемые. Вот даже в институте, я слушал тут на днях Фурсов Андрея, вот он говорит, я могу сказать точно по студентам, 70-й год, студенты приходили подготовленные нормально в школе, с ними можно было уже говорить о чём-то, выстраивать логику, историю и так далее, и так далее. Сейчас, говорят, я их один курс готовлю, восполняю знания школьные, им не дают этих знаний. Ну, это, конечно, надо, Райд Прилю, сказать, что это, конечно, связано и с тем, что правильно совершенно уж данного, с алкогольной проблемой. Это, безусловно, но это комплекс, комплекс. Но это просто то, что, скажем, вот алкогольная проблема, беда на плачевной ситуации сейчас в той же, но примерно на ровной, нет такого резкого, так сказать, возрастания. Понижение некоторое. Есть, потому что люди, понимаете, начинают, есть. Да, 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 спортом заниматься, то есть это проблема хотя бы обсуждается. В 2010-х там началось улучшение какое-то, какое-то, но ухудшение состояния здоровья и рост онкологии и прочее увеличился наоборот. Да. Потому что это, конечно, связано с Тоталь, уже по два телефона сидят и пикают с утра до вечера. Облучение по 20-30 источников Wi-Fi у каждого в квартире у соседей. Минуточку, еще хочу сказать. Вы возьмите навигатор простой, который, пассивный навигатор, который показывает, сколько спутников над вами сидит и облучает вас. Сколько? От 10 до 12 в данной точке. Да, ведь спутники, ну да. Естественно, Владимир Владимирович сказал, ему Рогозин доложил, скоро МТС, Билайны и все базовые станции отменят. Спутники будут, что ли? Спутники. То есть это фактически неважно, может быть в городе человек или в деревне, да? А какая разница? Какая разница? Есть ли какая защита от этого или будет? Я это пока не знаю. Ну вот на сегодняшний день, я сейчас как расскажу, мы разработали новое устройство, вы видите, оно больше, чем предыдущее было. Да. Вот. Если в предыдущем мы использовали одну антенну, подчеркиваю, то здесь 4 антенны друг на друга, то есть она по пространству и по мощности позволяет нейтрализовать модуляции у базовых станций. Мы, правда, это еще теоретически, мы знаем, что она может. То есть вообще сейчас это устройство используем, и мы сейчас, и вы будете его использовать, новые виды роутеров, у которых много антенн, мощные роутеры. Есть такие, да? Не в курсе. Их много очень. Там десятки роутеров, различные конфигурации, различных антенн очень много. 8-10, там бог знает каких. И они вот штырьками стоят вокруг, или там внутренне стройные. Вот это позволяет их нейтрализовать. Излучение. Это измерялось, да? Измерялось, да. Мы смотрели, работает эффективно. Очень эффективно. Потому как это не исключает работа эффективной MG03, которая предыдущая выпускалась. Но ей нужно больше времени, и по пространству она слабовата. Она меньше пространства захватывает. А это... Правильно я понимаю, что если человек дома, у него тоже роутер есть, или нет, он убрал. Но вокруг соседи используют вот эти... А вот смотрите, если вы внутри... Ну, во-первых, вы уменьшили внутри как минимум в несколько раз воздействие ваших источников. Соседские, естественно, но они уже противодействие... У вас же чистота, соседские будут влиять, но они входят... То есть, во-первых, стены защищают, это раз. Во-вторых, вы уже у себя уменьшили. С соседями, товарищи, работайте с соседями, зайдите и скажите товарищи, родные, я не хочу, чтобы вы меня облучали. Дайте им эту информацию. Купите, поставьте у себя, и мы будем с вами защищены. Во всяком случае, магнитная нагрузка упадет на организм. Убеждайте их, это наша гражданская позиция. Да, это конечно. А нет ли какого-то, ну скажем, несостыковок? Вот, например, это устройство клеится на роутер, предположим. У человека на столе рядом еще монитор стоит. И на монитор своя. На монитор обязательно. Своя. Не будет ли это... Нет, нет, нет. Наложений каких-то есть. Нет, эта система работает в комплексе. Наложений никаких не будет. То есть, даже если рядом на столе лежит сотовый телефон, где тоже наклеен нейтроник. Да. Стоит монитор, на него свой нейтроник. Да, вот. И, так сказать, на роутер, если есть у человека вот этот наклеен, предположим, то это никаких вот этих положений отрицательных. Ну, во-первых, оно шумы убирает. Оно убирает резонансы, модуляции в основном. А по обратной связи, когда у вас, вот представьте себе проводник, понимаете, что ток, создается магнитное поле вокруг проводника. Это известно всем. Ну, особо физики возмущаются. Физики не знают биологии, не знают биофизики. Физикам вообще нечего делать в этой области. Они знают, что нам можно усилить сигнал. Качество сигнала – это отношение мощности к шуму. Если мы уменьшаем шумы, то качество улучшается. Логично. Простая формула. Это физики все знают. Так вот, это уменьшаем шумы. Для них, для простоты объяснения. Для простоты объяснения, да. И убираем резонансы в модуляциях, чтобы с организмом в резонанс не впадало. И тогда это доказано четко. То есть, эти волновые частотные характеристики. Да, они меняются. Запятые переставляем, так скажем, в микромире. Переставляются. Вот, например, молекулу меняет свое пространственное расположение. Конфигурация. И уже вы в резонанс не входите. Не входите. С организмом. Вот это вещь главная. Разрушительное резонансное воздействие. Да, главная. Вот электромагнитных источников излучения. Да. То есть, они убирают эту возможность вступить в резонанс вот этим частотным колебаниям. Вот антенна убирает возможность вступить в резонанс. Многие говорят, что это такое. Это антенна, голограмма, антенна. Это пассивная антенна, которая запрограммирована древними знаками. Это система программирования у нас есть такая. Это не просто так. Это громадные знания, которые существуют в традиции русской. И надо знать, как это делать. И здесь мы постарались. То есть, все же меняется. Производитель говорит, мы выпустили новый телефон другого цвета. Я говорю, интересно. Ну, другого цвета, да? И они его рекламируют. Мы выпустили там еще несколько опций. Фото лучшее, камера лучшее и так далее. Но это новая модель, новое это. Мы тоже выпускаем новые модели, подстраиваясь под изменяющийся мир. И мы, естественно, новые модели выпускаем. А все-таки, какова основная цель была создать новый? Вот то, что называется, как новые телефоны, новые. Там-то понятно. Цель. Гонка, постоянное потребление, чтобы человек быстрее покупал, ползал, выкидывал. А здесь зачем вот этот новый? Старые-то работают? Старые работают. Но, во-первых, новое более мощное. Оно позволяет более широкое пространство очистить, чем старое, вокруг. То есть, эффективнее защитить. То есть, у нас же два эффекта. Первый эффект – это снятие резонансов между источником и человеком. Да, клеткой человека. Оно это выполняет аналогично МГ-03. Так. Второе его свойство – это уменьшить напряженность поля. То есть, экологическая проблема. А вот это устройство работает мощнее в два раза по сравнению с МГ-03 практически. Очищает по времени, быстрее очищает и по пространству. Больше захватывает пространство. А, грубо говоря, какой вот приводок? Ну, если мы говорим, что МГ-03 работает где-то на расстоянии, то есть, от центра своего применения, 3 метра в радиусе, то это 6 метров. И это устройство можно устанавливать. Это мы будем еще проверять. Бог даст, с компаниями договоримся. Ну, или с институтами придется это все оплачивать, естественно, на базовые станции. То есть, по нашим теоретическим воззрениям, даже 20-ваттные, 40-ваттные, 60-ваттные станции, вот одна вот эта полоса, которая стоит, вы видите, на вот этих штуках, вот это устройство должно устранять резонансы и уменьшать напряженку. Вот одно вот это устройство. А на сколько идет уменьшение? То есть, или во сколько раз? Магнитная нагрузка до 90% снижается. Пространство, ну, вы можете посмотреть на сайте у нас, или я вам пришлю, как раз до 20 децибел уменьшается. Это вот такая логарифмическая, так скажем, ну, в разы там перевод как бы показателей микроватты в децибел, это общий такой показатель, который, ну, шум измеряется, в том числе и электромагнитная напряженность, магнитная и электрическая. Так вот, в 20 раз уменьшается. Особенно вот, почему ему 5G назвали, да, это вот 4G, 4 миллиарда колебаний в секунду. То есть, 4 ГГц, 5 ГГц. А сейчас базовые станции работают на 60, 75 ГГц. Представьте себе, 75 миллиардов колебаний в секунду. Это что такое? Да это вытрясет, не то, что душу вытрясет, все вытрясет на свете. Вы же просто, вот, народ не представляет, что это такое. А телефон работает, 750 миллионов колебаний в секунду. Ну, 1850, то есть, это получается 1 миллиард 850 миллионов колебаний в секунду. Ну, вы потрясите себя чуть-чуть. И все-таки, да, и все-таки, конечно, это не абсолютно, понятно, полная защита, да? То есть, почему и... Вот, смотрите, по нашим исследованиям 20-летним, мы проводили на производстве, тем более проводили в Латвии, на телевидении, при экспертах, все там строго, медики, эксперты физики и так далее, и так далее. Рабочий день измерялось состояние до рабочего дня и после рабочего дня. Контрольная группа практически после работы с использованием нейтроника у всех состояние не изменилось. То есть, на протяжении 8 рабочих часов они не устали. То есть, воздействие от компьютера и телефона минимально было. А мы говорим, что если вы пользуетесь, у меня везде это написано, например, взрослые до одного часа, до одного часа, взрослый патч после 20 лет, до одного часа о сотовом телефоне, до одного часа в сутки вместе с нейтроником, это безопасно. То есть, практически никакого влияния. Скажите, а если телефон не выключенный, а включенный, но человек не говорит, лежит у него где-то в комнате, где он работает. Но он пассивный, он все равно прием, передачу принимает, но там мощности меньше гораздо, конечно. То есть, это лежит, это можно. Ну, можно на ночь просто убирать и выключать. На ночь убирать, да. И все. Если у вас там установленный нейтроник, практически он безопасен. Я просто всегда говорю так, например, советую, в квартире человек живет, ну, вот не может он выключить в том смысле, телефон не хочет, но у него городского может уже нет или что, чтобы вдруг что-то срочно, там, родственники позвонили. Я говорю, просто убирайте из комнаты, из спальни, куда-нибудь на кухню и задней стенкой телефона ставьте к окну, чтобы прямой сигнал уменьшить гораздо, хотя бы так. Ну, вот все, что разумно. А дальше каждый из вас, дорогие друзья, сам сообразит, ну, вот имея логику и, так сказать, жизненный опыт, как можно вот такими методами, приемами уменьшить воздействие от разума. Да все просто, на самом деле. Все очень просто. Ну, будьте разумны. Но телевизор все-таки, если в комнате стоит, вот, ну, в спальне, допустим, человек спит, он просто выключает, это вот желательно отрубить электричество. Ну, вот у нас есть книга такая, законы быта, мы не рекомендуем телевизор в спальне держать вообще. Вот, вы знаете, есть книга «Домострой 16 века», там все правильно расписано. Мы написали такую же книгу, применительную к современности, вот для квартиры городской. Все должно быть целесообразно. Если вы хотите комфортно жить и отдыхать, чтобы у вас организм дома отдыхал, у вас не должно быть домопроизводства, ну, по большому счету. То есть, на производстве вы работаете, в офисе работаете, хотя сейчас многие дома работают. Ну, вы тогда хотя бы зоны сделаете себе такими, где трудитесь и где отдыхаете. То есть, постоянно трудиться, напрягаться. Ну, если у вас это не душевное призвание, душевное, подчеркиваю, не судьба, тогда вы не устаете. Это правильно. Такое может быть. Может быть, и это нормально. Это по большому счету так и надо. Ну, по-хорошему, да. По-хорошему. Поэтому вы не устаете, тогда у вас гармония получается с миром. Я знаю. Кстати, такая брошюра есть. Она есть у нас в электронном виде, доступная. То есть, не обязательно покупать. Ну, кто не хочет покупать, вот под этим видео тоже будет ссылочка, чтобы вы могли прочитать ее. Тут показано исследование на кровь, как происходит слепание эритроцитов. То есть, при облучении, ну, при звонке, скажем. Да, при звонке самая мощная, обычная мощность максимальная. Что происходит, такое слепание, то есть, опять-таки, свободно-радикальное воздействие и прочее. Потом, что происходит с защитой, тот же самый человек, когда у него все нормализовалось, делается звонок, но уже с нейтроником, вы видите, это уже, что называется, верить либо не верить своим глазам. И именно так. На биополе воздействия, то есть, измерение приборами, другие виды. Физически, вот, пожалуйста, как раз уменьшение. Это сравнительный анализ делался со спецсделиями, с фольгой. И там четко показано, это по четко физический аспект. Вот мы сейчас как раз от 50 МГц до 8 ГГц проводили испытания. Полгода. На специальном оборудовании, специальный спектр анализаторов. Модель полностью имитировала воздействие телефона на человека. По расстоянию, по мощности, по модуляциям и так далее. С установкой специзделия, какого-то военного нам не говорили. С установкой всех видов нейтроников и с установкой фольги. Сравнительный анализ проводился. И все работает по-разному. Вот нейтроник толщиной 70 микрон и специзделия толщиной 30 миллиметров 3 сантиметра. Работают аналогично. Аналогично. Это спецзащитные костюмы, да? Специальные. Спецзащит. Работают аналогично. То есть все графики показывают идентичное снижение напряженности на антенне принимающей. То есть это, по сути, голова. Это радиофизика. Не путайте. Радиофизика – это нагрев. А если мы говорим по биологии, это изменение клеточного состава. То есть два спектра. Причем самый невидимый, самый труднопонимаемый, особенно физиками, аспект влияния – это как раз на ДНК резонансный эффект. Да, резонанс и модуляции. А чтобы проверить, вот мы на производстве получили, например, изделие. Вот это наши конкуренты мне давным-давно, 15 лет назад схему подарили. Говорят, у вас, честно говорю, могу назвать нейман, изобретатель вот этого устройства. Это устройство основано на принципах еще тесловских. Те катушки тесловских здесь есть. Очень тонкий прибор, который генерирует электромагнитное поле. Вы видите, 500 мВ. Это аналогично чему? Грубо говоря, телефону аналогично, хотя у телефона более высокая частота. Но это от 50 МГц до 300 МГц. Вот это? Да. Генерирует. Генерирует. И если мы... И он говорит, вот у вас нейтроник работает лучше, чем наш, который он сделал. Если мы вносим в поле, вот видите, в поле вносим вот это изделие. 0,03. Давайте покажем. Да. Вот сейчас. Пожалуйста, можете сами, из моих рук я не трогаю. Вот мы где-то 512 у нас, да? Милливольт, подчеркиваю. Так, то сейчас мы вот так прикладываем. То есть, 0,03, по-моему, там вот так вот где-то. Да. То есть, это вообще... Ну, 125 раз. Вот, пожалуйста, мы показываем радиофизический эффект. Это только радиофизический? Только радиофизический. Это самый важный, но... Подчеркиваю, и это связано не с антенной, а с материалом, используемым здесь. Это материал работает на радиофизику отражения, а сама антенна, ее структура работает на биологию. Вот важно. То есть, грубо говоря, это устройство два в одном, которое... Да. А тем не менее, наверное, проверить приборов нет таких, чтобы именно по резонансу, которые вот... Можно, почему? Вот они же все, вот здесь приборы по крови, по биотесту, биотесту. Просто это большой, и его не принести... Нет, я... Да нет, я в следующий раз, конечно, мы можем сразу же показать, проверить. Вот об этом наши зрители, я помню, спрашивали. Сейчас мы договорились с производителями, которые выпускать медицинские изделия, чтобы они дешевые сделали. У меня есть этот прибор, он 30 тысяч рублей, не так, чтобы дорого, но все равно. Там он все тестирует, у него все хорошее... Ну, здорово. Есть у него интерфейс хороший, доступный. А мы попросили, чтобы сделали простую картинку. Давайте будет обязательно... Как-то эта новая встреча, как будет сделана, мы прям покажем. И, кстати, дорогие друзья, в этой же брошюре есть, будут спрашивать, постоянно спрашивают даже то, что мы рассказывали. Поэтому еще раз, куда как клей... Так, подождите, вот минуточку. Теперь с установкой. Да? С установкой вот этого изделия. По тем, все правильно? Все тут правильно. По тем, то, что было, все ставьте, как здесь написано. МГ-03 и МГ-04М. Все здесь инструкции правильные. Если даже у вас установлены на роутеры где-то или на смартфон, например, вы хотите... Это заменяет МГ-03, оно более мощное. МГ-03. Да. Но МГ-03 работает аналогично, снимает все... Давайте скажем, это сотовые телефоны, особенно мощные, современные... Смартфоны. Смартфоны с двумя... До 32 антенн, которые используют. Там две сим-карты, это, так скажем, его девайсы, да, вот, навороченные. А самое главное, передача и прием информации. Раньше делались простые телефоны, две антенны. Даже с одной антенны, которая с задержкой времени передавала и принимала сигнал. Потом делать начали две антенны. Одна принимающая, другая передающая. А все вот эти современные... А современные смартфоны делают уже по несколько, до 32 антенн. Представьте себе мощность, усиление сигнала и усиление скорости, увеличение скорости приема передачи. Главное, зачем гоняться? Усиление скорости передачи. Да, да, да. 32 антенны. Так вы возьмите любой смартфон, если вы интернет включаете, он горит у вас в руках. Там температура даже повышается. Именно так. Серьезная. А то, что происходит на модуляциях... То есть голова в микроволновку. Да, практически, да. Ну да. Поэтому... А этот, вот, значит, расскажите, как его правильно клеить, куда, на какие устройства. А вот видеоинструкция, я пришлю, вы разместите. Все, там последняя видеоинструкция, там будет... Будет видеоинструкция. Там есть место, значит, иное место установки у ноутбука и у роутеров. И мне сейчас присылают многие, говорят, ну, куда там на роутер ставить? Потому что роутеры есть круглые, квадратные, такие, много антенн. Разные-разные. Их там десятки модификаций. Я всем... Да, вы можете написать, и я отвечу. Куда? Если вдруг конструкция... А есть установка в конкретном месте 95% роутеров, они вот такие плоские, да. И они устанавливаются, эта антенна вниз, с правой стороны. Ну, если у вас вот он лежит, роутер, да, вот он роутер. Если он лежит плоско. Плоско, да. И у вас вот здесь панель передняя, где индикаторы, то вы его ставите вот сюда. Под них. Под них. Вот сюда. И треугольничком? Треугольником к себе. К себе. К себе, да. Тут как раз вот надо не ошибиться. Треугольником к себе. Сейчас я поясню. Дорогие друзья, вот если вы его вот так посмотрите на свет под разным углом, поворачиваете... Да, но он яркий здесь. Вы увидите вот этот треугольник. Так вот его тогда в данном случае, если вот это роутер, вот он на вас, тут кнопочки горят. Да. Треугольник вот смотрит на меня, вот так вот клеится, да, соответственно. Ну, только вот так. Ну, да, да, да. Да, да, да. Потому что если мы там 10 дней думали, как это описать. Ну, описали. У меня есть инструкция и стрелочка показана, куда надо поставить. Всегда смотрите инструкцию. Ну, да. То есть, по старому. Просто, просто. Ну, значит, здесь по новому. Так, но не на телевизоре. Это именно МГК. Нет, это все СВЧ. СВЧ, да. То есть, соответственно, это как раз... Вплоть до базовых станций. Будем проверять на базовые станции. А, пока еще не проверяли, но теоретически как бы это, да? Вот с нашей точки зрения она 20-ти ваттной точно будет устранять. То есть, это... Вот на эти вот штуки, которые стоят, просто поставили, и она уже... А куда? Ну, чтобы люди наши, кто хочет, так сказать, этим мерзавцам не дать радоваться поводу. Не, ну, радоваться... Мы просто будем с ними говорить. Скажем, ребят, давайте проверим. Кстати, значит, планируется проведение международного конкурса. Это то, что отражено в докладе Совета Федерации. Мы этот конкурс... Ну, я как участник буду, естественно, защищать. То достижение, которым мы выигрывали конкурс в 2010 году, там серьезная комиссия была. А сейчас будут международные академики, все будут, представители компаний сотовых связей, министерства связи. Будут защищать свое устройство, наши изобретения. Как самое лучшее, я считаю. Если кто-то лучше, слава богу, пусть они лучше делают. Ну, значит, будем конкурировать. А если пока конкурентов, я не вижу у нас. Ну, объективно, да. Мы об этом просто... Объективно, да. Подробно рассказывали. Когда нам присылали вопрос, а как же вот это, а вот это, и мы подробно объясняли. Посмотрите, пожалуйста, дорогие, кому это интересно, наши вот эти пять прошлых частей. Они, кстати, под этим видео будут. Вы нажмите еще под видео. Да, там подробные мне рассказочки. Все рассказывали. И я надеюсь, что в рамках вот этих вот испытаний, которые будут проводиться комиссией, вот этой серьезной, научной и производственной, проведем испытания на базовых станциях. Вот это очень интересно. И будет шикарно. Ну, я сейчас это инициирую. Это будет 10, ну, планируем 10 декабря этого года. А исследования вот... А до этого будем проводить, это будет сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, вот прям давайте тогда обязательно встретимся. То есть, может, как раз и прибор будет еще, это вообще будет раньше. Прибор, я надеюсь, может быть и раньше сделан. Это все зависит от решения, от финансирования. А вот, кстати, тут в этой же брошюре, про что хотел сказать, для тех, кто еще не смотрел видео, есть показатели эффективности нейтроника по результатам исследований. Вот приведены в таблицы, сейчас я скажу, сколько, в общем, огромное количество научно... Вот, допустим, вот здесь сейчас я скажу, результаты различных государственных и медицинских органах, учреждениях, организациях. 40, сейчас скажу, сколько здесь, 46 научно-исследовательских институтов, которые полностью подтвердили работу и заявленные характеристики и влияние. Есть свидетельства, да, вот о победе в конкурсе, где подписались все ведущие, как раз научные и государственные, вплоть до Роспотребнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере защиты электромагнитных всех прав потребителей, блоколога человека, Российский национальный комитет содействия программе ООН по окружающей среде, Российская медицинская академия постдипломного образования. На оборотной стороне, институт медицинных катастроф, ООН еще первичек. Всероссийский национальный комитет научно-практический центр медицинской экспертизы, Российский комитет международной программы ЮНЕСКО по фундаментальным наукам, НИИ гигиены, охраны здоровья детей и подростков, очень важный, кстати, и серьезный организм. Союз журналистов России, Национальное агентство по борьбе с фальсифицированной продукцией, там юридические цены, но это уже московские, по науке и технологиям, председатель конкурсной комиссии, генеральный директор. Да, ну и так далее. А еще хотел бы обратить внимание на то, что, ну, просят все, а где вот у вас заключение? Я говорю, товарищ, нет проблем, заключение, я здесь вот несколько, ну, они продают, а где они у нас сейчас, я же укажу, попросили заключение с печатями, ну, хорошо, разместим, вот они, по радиофизике. В заключение проведено, значит, исследование на изделии защиты от излучения радиотехнического оборудования, значит, научно-исследовательский институт особо чистых материалов. Материалов, да. Это как раз вот по радиофизике, то, что спектр весь, уменьшение, как раз сравнительный анализ со специзделиями, а это измерение плотности потока энергии электромагнитного поля. НИИ медицины труда тоже подтверждающие. И это же, это было сделано в 2001 году, это было сделано в 2016 году. А эти биологические испытания сделаны были в 2010 году, ну, обобщенные. А до этого мы делали там еще в 5-6 институтах. Ну, здорово. И, значит, понятно. Да, теперь скажите, кто-то скажет нам сразу и зрители, ну, что же теперь делать со старыми, так сказать? Ничего не делать. Вы используете, во-первых, по месту. Но это побольше, оно, в принципе, также устанавливается на все. Вы, когда установили МГ-03, оно работает так же эффективно, как это, подчеркиваю, по устранению резонансов. Это работает на новых. Вот новые выпускают, вы можете это установить. Но мощность их источников растет. Их насыщенность информации растет. Скорость передачи растет. Скорость передачи. Поэтому это более эффективно и на более мощные устройства. Например, роутер ставят, он там по 5 ватт, например. У вас телефон работает 1-2 ватта. То есть он и МГ-03, и МГ-5GRS достаточен для телефонов, смартфонов. А скажите, предположим, у человека уже есть МГ-03 на телефоне. Не надо его менять. Нет, вот он лежит, у него рядом. Но у него ротор, он туда не поставил, он поставит этот. То есть это будет усиливать защиту? Конечно, безусловно. Мы для этого и делали. Вы понимаете, что все технологические решения улучшают характеристики того или иного изделия. Слушайте, это был самолет один, потом через полгода другой. Все двигается вперед, как-то развивается по их стадии. Это как в военном деле. Есть средства нападения, другая страна средства защиты сразу создает. И, к сожалению, это вот та самая тоже гонка, аналогичная к употреблению, гонка вооружения и так далее, которая, к сожалению, пока существует тот строй, который сейчас есть, она неизбежна, и будет продолжаться. И мы только лишь вынуждены улучшать, увеличивать их функции, свойства и расширять их. Безусловно. Так, ну что ж, мы, надеюсь, сегодня очень серьезно осветили этот вопрос. Кстати, выглядит вот таким образом. Новая упаковочка. Да, мы так, ребрентинг такой сделали. Да, если можно так сказать. Ну, неплохо, на наш взгляд, выглядит. Цена будет... Та же самая. Та же самая, ничего не меняется. Да, все. Цена будет та же самая, как MG03, MG04. На нашем сайте nadgard.ru именно вот эти настоящие от Тюняева вы можете неподдельные нейтроники всех теперь уже трех видов у нас приобрести. Мы отправляем в любой город, страны и мира. Условия смотрите на нашем сайте под товарами и при заказе, значит, через наш сайт nadgard.ru через каталог товаров с вами свяжутся и все вопросы, так сказать, какие вы не поймете, обсудят. Ну, собственно, вот, наверное, и все на сегодня. Очень интересный мы задел положили на будущее в связи с прибором, который можно померить вот это вот частотные волновые, так сказать, и воздействия, резонансы. Ну, биологические резонансы, простое, что можно... Во-первых, оно сертифицировано будет обязательно, то есть претензий нет, не будет никаких с точки зрения медицины. И самое главное, что любой человек, там используются два электрода, которые марлечкой... А, ну это фактически метод фоли-аналог. Да, да, но только вот там проблема в чем метод фоли, специалист должен точки найти. Да, да. А здесь он просто мокрый, марлечка, чтобы был контакт одинаковый, без разницы, как сжимать, только когда намоченный... Человеческого фактора. Да, да. И телефончик кладется, телефончик кладется на руку или рука на телефончик, например, и включается он. И смотрится результат. Там столбик один показывает, грубо говоря, 50 единиц. Столбик показывает. Телефончик убрали, у него там 30 единиц. Нейтроник поставили, тоже 30 единиц, не изменилось ничего. То есть, грубо говоря, это то, что можно сказать, человек или на белое, говорит белое, или если он будет протесты какие-то делать, это он просто, ну, какую-то невменяемость уже будет. Ну, безусловно. Если так говорить культурно. Потому что... Таких... Есть, но не обращая внимания на них. Есть вещи абсолютно объективные. Ну, то есть, грубо говоря, кипяток на руку вылили, если вы не какой-нибудь сверх там маг, то вы обожжёте, у вас будут там балдыри, все покраснения и последующие последствия. Вот это называется на белое, смотрите, что это белое, то есть, говорить объективно на мир, на те вещи, которые есть, что вот это мы видим, это мы понимаем. Когда мы видим, ладо там разговоры, но на приборе, когда телефон создаёт определённое воздействие, мы это фиксируем, но когда мы кладём, например, вот тот нейтроник, и мы видим, что этого воздействия уже нет, вот прям в прямом эфире, сами видим. Да, конечно. Тогда это те же самые... Нет, вы можете посмотреть фабрику мыслей, мы там покроемся покажем, там всё есть. Да, да, это прописные истины, о чём изложено и вот в этой толстой достаточно брошюре, и в тех видео, которые мы также давали, ссылки под этим видео, они тоже все будут, посмотрите, кому это интересно. Поэтому есть вещи, объекты, а некоторые всё равно. Это бизнес, как мантра у некоторых, какой-то, знаете, как будто вот искалеченный мозг, а что это отменяет, извините? А вот искалеченный мозг, как красная тряпка для быка. Если бизнес, значит это неправда. А вы чем занимаетесь, вопросами задавайте. Не, ну да, то есть даже если человек не с бизнесом занимает, а просто там получает... Это тоже бизнес, вы оклад, это тоже ваш бизнес. Участвуете в каком-то бизнесе, да. Безусловно. И значит, не работаете тогда. Хорошо, предположим, человек работает государственно, а если там какой-то частный, значит вы и считаете всех ваших друзей, товарищей, коллег по работе, мерзавцев, подонков, которые тоже в плохом деле участвуют, а вы кто такой тогда, да, получается? Или, собственно, вы ходите, покупаете продукты не только в государственных магазинах, а они все сейчас частные. А у бабушки вы купили помидорчики. А у бабушки вы купили помидорчики. Проклятый бизнес этих подонков без... То есть какие есть коллеги, да, вот умственные. Я полагаю, что это вот влияет как раз в том числе, так повлияло на... Ведь смотрите, как раньше, даже посмотришь, кадры вот даже 80-х годов, как люди любых профессий, там самых вот простые люди, что-то как они думали, мыслили, излагали мысли свои, речь какая была. И посмотришь, что сейчас, хоть ты там, бывает и диплом, а какой-то как умственная коллега, которая действительно, как вот Бивис и Бадхи, да, там общаются. Это как раз влияние многих факторов, но в том числе это головной мозг, это нейроны, это влияние в первую очередь электромагнитных, мощнейших источников излучения, которые являются оружием. Многие создавались и разработали как оружие. Но это как есть алкоголь, кто в теме из вас, и табак, которые наркотики, но они легальные наркотики, потому что государство официально разрешает продавать. Есть героин, его не разрешает государство, и другие там не... легальные, а это легальные. Так вот, то же самое аналогия. Да, это разрешено. Очень простой и дешевый, но уникальный прибор, самоздрав такой, слышали? Вот реально тоже работает, что уменьшает, причем есть метод бутейко, был такой, да, когда человек поверхностным дыханием, если обновлять, но через усилие, колоссальное усилие воли, то есть это нужно, это не каждый может, это многие бросит. А аппарат при простом, вот обычном, так сказать, просмотре телевизора или там что-то, вот непринужденный человек, но получает меньшее количество кислорода с большим углом, выравнивается соотношение, сосуды расширяются, гипертония уходит, ну то есть кризовый и прочее, и там много других, это реально работает, это так же просто, как вот, что называется там, веник, вот, и эффективный для ленивых людей, ну или там, без слабовольных, скажем так, изумительнейшая вещь, приезжают ко мне вот на днях, там, значит, ученые один, которые занимаются, как раз у них там, значит, в том числе, так сказать, с разработками непосредственно изобретателей, там вот знакомы, и проводят эту в компании, так сказать, научную, скажем, работу, и вот прочее, и прочее, вот мы тоже, тоже очень интересны, и, конечно, я говорю, что вот она такая простая, копеечная, а в то же время, действительно, насколько эффективна, то есть, все больше и больше, что называется, убеждаешься, что, в общем-то, все природа дает даром, это вот, во-первых, да, вот, во-вторых, мы этими приборами, всего лишь, или какими-то средствами иными, да, всего лишь можем, ну как скажем, либо добиться тех эффектов, которые уже в искусственной жизни не можем естественным путем добиться, или это нам помогает, скажем, ну если мы не можем кардинально изменить жизнь, там слабы в чем-то и так, либо эти приборы нам просто устраняют те, да, или как-то нивелируют те воздействия, которые создавались совсем неблагодарными, так сказать, ценами человеческими для, так сказать, вот, ну или, по крайней мере, их изобретение так использовали, нехорошо, вроде бы, для блага, в том смысле, что удобнее стало, ну говоря о сотой связи, привычнее, удобнее, леннее, и нам так хорошо, все рядом, все под рукой, но в то же время это, мы видите, как человеческая психика работает, то, что им удобно, хочется, нравится, к чему они привыкли, мозг не воспринимает как угрозу, мозг не воспринимает, человек от себя гонит, а вот эта агрессия многих, недалеких людей, потому что человек интеллектуальный, никогда так не опустится, до такого уровня, а логичности, так вот, у недалеких людей, вот эта агрессия, это есть акт такой, как бы, так сказать, самоуспокоения, самооправдания себя, и своих любимых, так называемых, гаджетов, что, мол, вы мракобесы, все это животное, передовое, это, так сказать, какие же люди стали инвалидами ума, просто можно сказать, интеллекта, это просто поразительно, логика должна руководить, здравый смысл жизни человека, всем, что вы впускаете в свое сознание и подсознание, переосмыслить нужно, и критически мыслить ко всему, и только тогда вы сможете понять себе, ответить на вопросы, и сопоставьте, что все ли то, что есть сейчас, хорошо, тогда у нас жизнь была бы вообще прекрасная, замечательная, сказочная, а какая она вообще жизнь, если, конечно, не как страус голову в песок засунуть, типа ничего не видеть, не чувствовать, не знать, не желать знать. Ну, это так, в завершении, может быть, какие-то пару слов скажете тоже нашим зрителям. Я скажу, что, уважаемые друзья, все в наших руках, и в ваших в данном случае, никто ни в чем не виноват. Все мы отвечаем за свои поступки лично, сами, и все наши болячки, и все наши несчастья зависят только от нас. Будьте здоровы, думайте, рассуждайте, анализируйте, и применяйте в жизни все, что вам поможет очистить душу, во-первых, очистить тело, быть здоровыми и счастливыми. Ну, и очистить пространство вокруг себя. Безусловно. Ну, гармония должна быть в пространстве, это же логично. Конечно. И то, что неестественно, не должно быть, либо, по крайней мере, мы, если не можем изменить кардинальные условия среды и сферы обитания, то хотя бы мы можем максимально, насколько это мы можем, обезопасить в данный момент времени, используя различные устройства, которые тоже другие люди создали, не для того, чтобы убивать других людей, а чтобы их спасать, и чтобы не давать возможность вот тем иным, так сказать, воздействовать негативно, а наоборот, чтобы оставался практически только позитив. Ну, и, конечно... В заключении хочу, вот, интересно, я в своё время читал лекции по Древней Руси в Доме учёных, это было лет 10 назад. Первая лекция у меня была такая. Являлось ли, так скажем, слово развитием человечества? Все говорят, что да. Вначале было слово. Я утверждал обратное, что первое вот это слово являлось первым этапом деградации человека. Деградации. Почему? Потому что потеряли дар ментального общения. Ну, то есть, вот мысли. Первое. Второй этап деградации это письменность. Потеряли возможность понимать друг друга, начали писать, чтобы понятно было. А сейчас уже деградация дошла до того уровня, и никто вообще ничего не понимает. Но, тем не менее, у нас остается дар понимания ментального. Анализа. Оно же никуда не делается. Не то, что анализа, а даже понимание и чувствование друг друга на расстоянии. Вот я о чем говорю-то. Конечно. Так вместо телефона мы должны развивать себе яснослышание друг друга. Да, и это есть цель человеческого развития. Духовный, энергетический. Какие-то. Ну, или даже понимать, может быть, как средство даже. Как средство. Безусловно. Это дар Божий человеку. Знаете, я это вот лично наблюдал и на практике, когда, ну, в смысле, когда вот есть эко-поселение, где, так сказать, особенно начинают обостряться вот эти чувствования и чувства, и общение уже на уровне, по крайней мере, человек вот знает, что вот прям... Знает, что надо сделать. Это просто вот машину в город надо ехать и тут приезжает сосед и говорит, вот поехали, так сказать. То есть вот это я вот наблюдал много раз и это точно работает, это точно есть. Но если мы будем воздаваться, отбрасывать эту часть естественной нашей жизни, нормальной, и будем только вот углубляться в эту электронную жизнь неестественную, не нормально, то мы, конечно, себя полностью будем блокировать. То есть не человеки. И развиваться мы, как люди, не будем. То уже практически не развиваться. То есть это и есть, да, это как бы прогресс научно-технический, а идет регресс духовный, нравственный, ментальный. И развитие человека как личности, как творца, оно полностью втаптывается в грязь. И то, что мы считаем творением в электронном, вот в этом мире искусственном, это не есть человек-творец. Человек-творец это как часть природы, только может быть в природе и на природе. и вот пространство то, которое биологическое вокруг нас и так далее. Ну, естественно. В заключение хочу вот еще одно интересное. Вот для меня было открытием. Я не спец внутри, так скажем, железа компьютерного. Ко мне приехал приятель, и мы запускали профессиональную монтажную систему. У нас компьютер Эпл-овский. Он говорит, раритет. Стоит сейчас дороже, чем вообще сто. Когда-то лет 10 назад у меня жена режиссер была и, ну, она монтажом занималась профессионально. Купили мы этот компьютер большой. Ну, он стоял у нас. Стоял, стоял. Ну, как бы, тогда пополню, сейчас не помню. Три года стоял. Ну, начали запускать его. Не запускается и все. Разобрали с него. Он говорит, как здесь все красиво. Панели, все вот эти вот крепления. Ну, вытащили. Видеокарта не работает. Начали искать. Нашли. В Райминском поехали, купили 500 рублей. Хотя они от стоимости 500 рублей 50 тысяч видеокарты стоят. Ну, вот. Опять не работает. Ну, то есть, это я монитор поставил новый, чтобы монтажом можно было заниматься. Подключили к монитору, монитор работает. Все, сигнал идет от ноутбуков, от всех. А этот не работает. Он сидел, разобрал, там светили, светили, смотрели, смотрели, увидели. Он говорит, надо вытащить вот эту вот батареечку, а там есть трехвольтовая батареечка кругленькая. Оказывается, весь, вся архитектура компьютера, независимо от его функции дороговизны, держится вот на этой батареечке. Она запускает программу BIOS, которая запускает контроль всех систем и потом выдает сигнал. И если эта батареечка села, ее компьютер. все. А в современных компьютерах? Во всех компьютерах оказывается, только все на этой батареечке. То есть, если ее убрать, то? Все не работает. Ничего не работает. Все вот эта программка BIOS, она маленькая, там запускается вот этой батареечкой. Оригинальная. А, кстати, вот телевизор. И я думаю, извините, вот мы достали все эти платы, я посмотрел на это. Думаю, ну это же каменный век. Вообще, каменный век, такая сложная система вот этой преобразования сигналов и выдачи информации и так далее. Это каменный век. Извините, в 30-х годах немцы использовали, уже использовали беспроводную связь без базовых станций. Посмотрите, телевидение для Гитлера все есть отлично. Там все расписано. Дети бегали, снимали и передачу сигнала цветного с Тибет в Берлина осуществляли. Кстати, есть кадры и съемки, когда думают, что это перенос во времени людей, что когда вот такие телефоны, а там в 30-х годах и типа того вот так вот. Так мы пользуемся сейчас технологиями, которые были в 30-х годах из Тибета принесены. Все было разработано и начиная от Тесла там до... Это разработано, извините, было тысячи лет назад. У меня, не правда, не разработано, а то, что он фактически вот воссоздал то за короткое время, что было много из того, что было утрачено. Конечно. И это новые, или вернее старые, давно забытые виды энергии, которые нам не нужны, так сказать, провода вообще. Кристаллами никто не занимается. Да. Как носители информации. Эфиры, опять-таки, вычеркнули из химии и, соответственно, из всего понимания, что такое. Осталось только эфир телевизионный вроде это понятие. А что такое эфир, таблица в неделе? Посмотрите, в 1933-го года, где нуля уряд... В 1908-го года издание, как раз там есть эфир, первый элемент таблицы в неделе. А если этого не понимать, то утрачивается вся логистика дальнейших переходов, так сказать. Там даже не запятый элемент вытащили из системы и считают, что они... А газы раскидали, в общем, разный. И так далее. Ну, то есть, да. И поэтому вот во всех направлениях сферы жизни из нас, из людей, сделали тех, кем легче управлять и чтобы мы радовались, куда нас ведут по указанию, так сказать, с телевидения, что модно, что правильно, что хорошо, так сказать, глас народа, слово там. И так далее. Ну вот. А думать нам надо самим. А чтобы нам думать самим, нам надо устранять от себя, конечно, в первую очередь источники излучения. Особенно от детей. Потому что тогда они просто иначе не смогут думать. Даже если... Они не смогут не думать и рожать. Извините, 8 раз потеря детородных функций у мальчиков. Факт озвученный. Пожалуйста. Да, это уже вторая, что мы не сказали, ступень. Это действительно. То есть, это то, мы сейчас сказали, что мы сейчас видим в ближайшее какое-то время. А в поколениях страшно то представить. Страшно представить. Кстати, коллегии адвокатов независимых, вот была статья вне Мир новостей, буквально прошла вторничная. Там исследования опубликованы, сделаны были как раз программа, всемирная программа вот этой социальных и воспроизводства населения и продолжительной жизни. Во всем мире планируют к 40-му году, не планируют, посчитали, средние продолжения жизни 57 лет. То есть, уже что будет снижаться? Посчитано, четко, да. Так, это где было озвучено? У нас в Мире новостей, вот статья, могу прислать ссылочку. Я ее, по-моему, даже опубликовал. Вызывайте, то, что сейчас говорят, что у нас увеличивается во всем мире, это без мата это трудно сказать, потому что дело в том, что посмотрите на кладбище, хочется сказать, как они растут. Правильно, вот все спецы, да, говорят. Зайдите и посмотрите. Посмотрите, это как мне один человек прислал, у меня вот в Долголетие на Руси вторая часть у меня вышла, где я там прямо вот беру письма зрителю, очень интересно, и там просто одно я решил его вставить, там вроде не напрямую, но хотя напрямую тоже к теме касалось, а именно, он говорит, наш городок, какой-то маленький городок там был, 1896 года, было там сколько-то, по-моему, ну там примерно 16 гектар от кладбища, выделено тогда. И вот оно заполнилось к 2006 году. И в 2000, как мы построили новое кладбище, 20 там гектар, ну я могу чуть-чуть ошибиться в цифрах, и оно уже к настоящему времени заполнено на 80 или сколько-то процентов. И нам говорят, что жить стали больше и больше. Это при том, что из городков, из маленьких в большие попереехало много людей. То есть, вот это как? Это вот как вот те фантасты и самоуспокоители пытаются повторять такую ахинею за мерзавцами или врагами народа или дураками с телевидения. Есть, конечно, там и не только враги, просто идиоты, что, так сказать, у нас увеличивается. Ну это, ну подсун, им вот так газетку подают, вернее бумажку на листочке написанную диктором, и они вам говорят, вот увеличилось, потому что такое-то исследование там или что-то, им даже сейчас уже и без исследования так просто, что просто типа факт. Нет, вы знаете, не скрываю, есть отчет Минздрава за 2016 год, я, по-моему, об этом говорил, русские области вокруг Москвы, Ярославская, Владимирская, Костровская, минус 60 тысяч, минус 60 тысяч за 2016 год. Это факт, опубликованный в отчет Минздрава. Да, даже так. Ну просто это не особо так вот. Не озвучивается, русские области вымирают, но зато многие города, извините, в год, в год города нет. В год города, да, такого среднего, малого. И это сейчас, это не 2000-е, когда 90-е, когда там вал шел. Там просто вал шел по полтора миллиона. Ну нет, по некоторым оценкам как бы потеряли миллионов от 50 до 70. Ну это так и есть. Это даже вот Ижданов об этом еще сколько лет назад говорил, когда в 2004 году вот это все за 90-е. Конечно, так оно и есть. В общем, факторов просто воздействия на организм человека все больше и больше сейчас возникает. И поэтому нам просто надо думать и учитывать их все. Это несложно. И порой иногда это как, я не знаю, просто применить какую-то информацию, это просто как почистить зубы. Вот привычка. А потом это войдет в нормальный режим и у некоторых просто люди ленны очень сильно и у многих хоть что-то новое это какое-то прям тяготит, это какое-то отторжение, что-то вот лишнее действие, движение, подумать. Это гордыня, что мы велики, мы все знаем, а нам больше ничего не надо. Во-первых. И все равно умирать. Это вот от многих. А, все равно умирать. Жить вообще вредно. Да, но я говорю, перед тем, как умирать, вам еще дадут возможность помучаться. А это очень сложно. Кстати, да, во-первых, помучаться дадут. Еще. И во-вторых, помнить, что, конечно, есть законченные такие вот материалисты, которые считают, что вот, все, биологическое тело погибает, и вы, а вы это что? Часть биологического тела? Вот что такое вы? Я? Что такое? Вот что такое? Мысли? Что такое, да, вот это рассудок? Что это вот это? Вот я, личность? Это что? Вот это физическое тело? Вот просто надо... И тогда, конечно, да, это будет тяжело, если вы поймете это, что это не так, что у вас рухнет из-под ног ваша такая убежденность, что с окончанием жизни типа все в раз заканчивается и ничего. А если отвечать придется за то, как вы жили и как вы использовали данную возможность? Даже без если. Это можно, если опустить, потому что обязательно придется. Обязательно. незнание, подчеркиваю, мира устройства не освобождает от ответственности. И при переходе вот в мир тот у вас остается ощущение все острые и тонкие и любые и память. Попробуйте пожить так. Да, другой вопрос, что она блокируется при вход уже в другой, так сказать, в мир наш. Но там-то, извините, вам все открывается и начинаются муки совести? Конечно. Которые до этого вы хорохорились, глумились над теми, кто вам указывал, хотя бы вот, возьмитесь за ум и так далее. И все понимаете и поймете, но только поздно может быть и по крайней мере огромные упущенные возможности. Но здесь, да, сейчас такое время, что можно, так сказать, поглумениться еще пока. Так сказать, вроде бы, да. Ну, можно, но только действительно, что если даже законы уголовные, как это незнание закон не освобождает ответственность, ну, можно, конечно, многие избегают, это понятно, то вот эти законы нарушаются. Никаких вариантов нет. Вариантов нет. Просто нет, потому что это четко, как вот то, что вот вы рукой, руку вот так ножом порежете, кровь потечет, это будет вот объективно. Вот чтобы вы ее порезали вот так вот наизнанку, мясо, а кровь не потечет, быть не может, если у вас сердце бьется. Вот так же не может быть, что если вы, так сказать, вот будете здесь жить, понятно, там, блудить и хорохориться, растлевать, развращать, так сказать, ну и прочее, 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 то за это придется ответить. Как бы вы это не считали прогрессивным, модным, естественным, когда переворачиваются уже с ног на голову, сейчас в наше время все естественные, выдается за, так сказать, какие-то пережитки прошлого и глупости, и так далее. А, все мерзкое, похабное, так сказать, направленное на разрушение, и на, как некоторые говорят, а смысл жизни какой? А, смысл жизни? Кайфовать. это уже не человек, кто считает органические, вот действительно, вот так мысли, как, то есть это все, ради чего вы тут пришли, вот эта цель, это глубокий промысел, замысел, вот этот, чтобы вы тут кайфовали, это уже не человек, это уже человек с более чем низким животным, ниже животного уровня с типом строя психики. Ну, да, мы еще же не определяли, что такое человек, да, его характеристики, если характеристики описать, и к этим характеристикам применить всех живущих, то я думаю, что человеков останется маловато. Мало, и потом, человек, это не по праву рождения, звания, это надо заслужить еще, это надо взрастить в себе человека, то есть человекам надо еще стать путем, так сказать, вот чего-то, делания чего-то, и творения чего-то, а не просто потому, что родился, а то ведь до этого как, много до чего можно дойти, да уже и дошли, что чуть ли не вот такой, ишкент из-под стола, там вот мелкий, а уже тут подайте, дайте, так сказать, права, как нам, поэтому нам сейчас навязывают, что тут ребенок, все вы ни слова не можете, чтобы не обучить, чтобы не дать воспитание правильное, ни на путь истинный не поставить, и не его разрастить в нем, человека, а взрастить в нем хама, подлеца, потребителя и глумливца, вот для этого делается, вот вы подумайте об этом, если кто, ну нормальные люди, так это понимают, ну и разумные, но я имею в виду те умники такие, которые хотят весело жить, и типа еще доказать себе, ладно, но еще и другим, что они, мол, так правы, так хороши здесь, и они, нам, дуракам, им разматикам, и так далее, типа вот умыли, так сказать, лицо, только как и чем, непонятно, но, так сказать, они правда так многие считают, знаю таких, общался с одним таким, вот, и вот, ну что ж, жизнь, она проставится на свои места, и, значит, вот есть просто разум человеческий, он подскажет нормальным людям, надо просто думать, и попробовать хотя бы свою уверенность, и свою веру в себя, и свой, так сказать, непогрешимый вот этот вот ум, так сказать, подвергнут критическому анализу, и подумать, а почему, докажите сами себе, что вы правы, на каком основании, ну, это так, ну что ж, тогда, наверное, на сегодня все, будем обязательно записывать дальше видео, когда будет повод, а поводы скоро будет как минимум два, о чем мы уже говорили сегодня, так что ждите новых видео, а пока задавайте вопросы, пишите, ну, и, конечно, комментарии свои, и оценивайте видео, и вот, собственно говоря, все остальное вы найдете под этим видео, если вы в ютубе находитесь, вот прям, там есть такое под видео, еще, надпись слова, три буквы, еще, прям говорю, потому что люди большинство не понимают, даже нажимаете на слово, еще мышкой, и открываются, чик-чик-чик, такие строчки, там, разные ссылочки, прочее, читайте, пожалуйста, переходите все там, потому что порой, каждый раз, чуть ли не десятки людей, а где это, причем про это говорили, я говорю, ну, либо вы неважительно относитесь, потому что вы просто не посмотрели то, о чем мы говорили, мы же это сказали, и потом я раз три-четыре за видео, а вы, товарищи умники, как говорят, зачем вы постоянно повторяете, ну, вы представьте, что не все такие умные, как вы, а есть те, которые по десять раз спрашивают то, что уже говорилось черному по белому, и объяснялось, где, что будет сказано дальше, так вот, поверьте, что есть такие люди, поэтому я так и говорю, я просто так это не делаю, мне бы один раз было достаточно сказать, значит, вот, смотрите, там все-все-все есть, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы по существу, ну, и какие-то вот, что вас мучает, тревожит, так сказать, вот, какие-то вот, допустим, в сходе дискуссии наши беседы, что-то у вас, ну, непонятное, или вы, так сказать, вот смотрите дальше, куда-то вот выше, и видите, какое-то вдруг противоречие, там, мало ли, ну, вот, напишите обоснованно, и это будет конструктивно. Радо ответить на все вопросы. Хотя бы подискутировать, может, мы не правы в чем-то. Ну, и как всегда, если кто-то хочет, уверен, что это все фигня, или это все бред, то тогда, во-первых, напишите свои контакты, с вами культурно свяжутся, и пригласят на дискуссию, открытую, где вы сможете доказать, то, что это все фигня и ерунда. Кстати, дискуссии, продолжу как раз по поводу дискуссии, были здесь в институте медико-биологических проблем, которые занимаются здоровьем космонавтов, в сентябре, в конце сентября, или начале октября, будет дискуссия по данным вопросам. Пожалуйста, милости прошу. И если вы будете отражать мнение вот той группы, которая смотрит и видит так же, как вы, и вы эрудированы, подкованы, то есть прям будет лучше. Чем больше у вас будет каких-то, как вам кажется, фактов, или действительно каких-то фактов, которыми вы сможете в морду тыкнуть. Или доказать вашу правоту, пожалуйста. Привести с собой какого-то физика, может вы сами радиофизика, электронщик, еще что-то. И вы тут говорите какой-то бред, ну тогда у вас будет возможность просто доказать, размазать нас просто по столу и всех тех, кто вот, так сказать, вот про это рассказывает, говорит, ну в частности, вот, пожалуйста, у вас будет такая возможность, просто напишите. То есть, значит, вот, собственно, пожалуйста, с обратным контактом. Просто можете, если вы не хотите это публично, вот так выставлять, тоже такое допускаем, но тем не менее, так считаете, значит, вот на почту напишите араванасобакабк.ру и пожалуйста, я передам обязательно ваше письмо в полном виде, с вами свяжутся и пригласят, да, на дискуссию. Да, И это будет очень интересно, и я думаю, вот тогда уже, ну вот, коли так, ну, значит, у кого могут какие-то еще претензии, вот интересно, если у кого-то еще какие-то, казалось бы, значит, пожалуйста, открытый диалог, докажите правоту, согласимся, если вы докажете, что это... Пожалуйста, значит, внесем изменения, исправим, публично покаемся, если не право. Да, 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 но пока за 20 лет... Но вы публично должны нам это сказать, что мы не правы. И доказать, главное, сказать-то ладно. Сказать и доказать, ну, аргумент привести. Причем, да, я говорю, с собой привести любых специалистов, пусть они докажут, правда, за 20 лет никому это еще не удалось, но мы, ведь вы не исключаете, возможно, что вдруг кому-то, ну, хотя бы один шанс из миллиона, что это получится кому-то сделать. Пожалуйста. Вот поэтому приезжайте. Ну, на видео я прислал ссылочку, доклад в Совете Федерации. Да, да, да. Я же сделал доклад по этой теме. Да. Но мне же ни один вопрос не задали. Все ведущие специалисты страны. Не прислали претензии, вытянули. Ни одной. Ничего такого не было. Вот эти вот раздал, попросил. Каждому. Каждому сказал, дайте рецензию, может, я не прав. Нет, да? Прошло полгода. Молчок, да? Ну, вот и, собственно, все пока. Все? Что дальше, будем вещать и вам, и вы узнаете об этом.